Всем привет-привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? У меня все хорошо? Сегодня мы с вами будем смотреть расклад, к чему лежит ваша душа, что вы хотите нести людям. Эта тема, она аналогичная теме предназначения. Возможно, здесь я где-нибудь выложу расклад, который у меня уже был, да, то есть будут подсказки. Вы просто нажимаете на эту подсказку, она где-то вот выходит сверху, вот, и вас перебрасывает на тот расклад, о котором я говорю, и вы можете потом заново вернуться и досмотреть этот расклад. Подсказка вообще интересная вещь, потому что одно дело, когда я вам подсказываю, другое дело, когда вы сами, там, сколько, 600 чем-то раскладов, да, один за одним будете просматривать. Хотя и это тоже хорошо будет для меня. Итак, мы с вами сегодня посмотрим, значит, такой расклад, к чему лежит ваша душа. Имейте в виду, что это вот аналогия нашего, вашего призвания, да, то есть на что вам нужно обратить внимание. Позиции вы видите перед собой, сейчас я попью глоток воды, а вы пока выбирайте. Так, музыка расслабляющая, птички поют, и мы с вами будем смотреть. Так, определились, да? Отодвигаем эти. Позиции номер один, голубенький камешек, смотрим. Единички, к чему лежит ваша душа? Два вопроса будет. К чему лежит ваша душа? Сначала посмотрим. Аркан смерти. Вообще, к чему лежит ваша душа? Ваша душа лежит к переменам. Вы знаете, как это может выражаться? Вам нравится, когда вы выбрасываете какие-то старые вещи. Вот вы получаете огромное удовольствие. Либо там, я не знаю, сезон закончился, посмотрели, ой, я эту одежду не ношу, да, надо кому-то отдать. То есть вы не тот человек, который будет жмотничать и говорить, ой, надо это подержать. А вдруг пригодится, какой-то гвоздик нашел, а вдруг пригодится. Нет, вы тот человек, который любит перемены. Тот человек, смотрите, перемены вы любите, но вы не тот человек, который их будет создавать. Да, то есть вот такой вот парадокс. С одной стороны, вы вроде бы как четверка Пентакли, да, то есть мне хорошо, в моей зоне комфорта, мне уютно, самостоятельно я ничего не хочу менять. А с другой стороны, когда перемены в вашу жизнь случаются, вы только за, да, то есть окей, поменялись, пошли дальше, да. То есть вы легко идете, но вы не являетесь инициатором перемен. О чем еще говорит аркан смерти? В контексте, чему лежит ваша душа? Ну, здесь такое чувство, что вы, знаете, когда ставите точку в отношениях, вы, возможно, даете очень много шансов, возможностей. Но если вы приняли окончательно решение, то уже отрезаете и идете в новое. Так интересно, я посмотрела на этот аркан и вижу здесь на коробочке тоже изображен аркан смерти, да, это коробка Терравулаты, этой колоды. Да, тоже аркан смерти изображен. К чему еще лежит ваша душа? Башня, у вас выпадаете великие арканы, да, разрушающие. Ну, то есть вам нравится, нравится, где-то в глубине душе вы любите что-то разрушать, что-то менять. Причем, знаете, эти изменения, скорее всего, не в физическом плане больше идут, а на уровне сознания. Есть такое чувство, что, возможно, вам нравится рушить какие-то убеждения, да, у других людей, какие-то установки. Разрушать какие-то, возможно, иллюзии, да, то есть показывать людям, что они в чем-то заблуждались, либо как-то ошибались. Не в контексте критики, нет, а, возможно, даже в каком-то конструктивном диалоге показывать людям, что что-то, времена идут, да, жизнь меняется. А ты еще вот мыслишь как-то по-старому, да. Здесь как будто бы у вас такая задача, если бы была профессия, да, если бы вы себе выбирали, когда вы способствуете переменам в жизни людей. То есть обычно эти арканы, они выпадают на троек, где, скорее всего, троеки на единицу перекочевали. Да, то есть профессии, когда, вспомогательные профессии, когда вы помогаете в жизни людей, чтобы у них были перемены первично на уровне сознания. Когда вы показываете, возможно, по аркану смерти помогаете углубиться человеку в какие-то темные уголки его сознания и вытащить оттуда что-то, какие-то ростки, да. Возможно, показать какой-то потенциал, что в дальнейшем из этого, да, посеять какие-то семена, вот именно в тьме, вот именно в мгле, да. Потому что вот глубоко в земле мы, когда сажаем семена, какой-то период, когда росток только появляется из семени, да, он до того, как дойдет до поверхности земли, он проходит, находится в темноте, да, вот в этих потенках. Вот здесь вот эти вот потенки присутствуют, то есть ваша задача не показать уже конечный результат, а вот эти вот потенки, возможно, работа с теневыми какими-то аспектами. Но здесь однозначно башня всегда говорит про разрушение каких-то иллюзий, убеждений, программ, возможно, вы показываете, где есть какая-то дисгармония, да, то есть, ну, на бытовом уровне это может быть, вы идете по улице и видите, что вот в этом дворике, например, не хватает каких-то цветов, да, то есть как-то украсить можно было, да, то есть есть какое-то несовершенство, да, либо вы идете по улице и понимаете, что вот здесь, например, не хватает каких-то бордюров, да, хорошо бы, чтобы они были, либо, я не знаю, то есть вы как будто бы замечаете какое-то несовершенство, но не с целью, а еще расскажу критики, а с целью того, чтобы улучшить этот мир. То есть вы по башне, с одной стороны, разрушаете, а с другой стороны, строите. То есть здесь идет еще и созидательные какие-то процессы. Что вы строите? Тройка Пентакли. Ну, смотрите, строить вообще вам нравится шокировать людей, да, то есть, я не знаю, шокировать вы можете как-то своей внешностью, какими-то своими выходками, ну, то есть поступать как-то неординарно, когда от вас чего-то не ждут, то есть, ну, это может быть элементарно, когда в какой-то привычной обстановке люди, например, там, я не знаю, условно говоря, идут направо, вы пойдете налево. Почему? Ну, потому что вы так хотите. Не потому что здесь идет бунтарство, да, сопротивление некой такой системе, а потому что вы, ну, вам там комфортно, да, то есть, если, например, в нашем обществе, да, если женщина носит, например, уже юбки, что является редкостью, ну, в любом случае, да, и все будут сидеть так, как им удобно, вам, возможно, захочется как-то шокировать, и вы будете сидеть так, как сидят, например, как было принято по этикету, да, когда коленочка, коленочки соединены, да, и немножечко в наклоне, чтобы не сидеть с раскрытыми ногами, вот, ну, то есть, какие-то такие манеры могут быть, что вы строите, что вы созидаете, тройка пентаклей, тройка пентаклей говорит о взаимодействии с другими людьми, да, то есть о командной какой-то работе, причем замечательно, вы являетесь единоличником, ну, таким, как этот, волком-одиночкой, да, но при этом вы каким-то образом можете объединять людей под эгидой какой-то общей идеи, под эгидой и мотивировать как-то людей на созидательное, в созидательное какое-то русло, да, то есть что-то новое строить, общение, коммуникация, отрабатывание навыков, да, то есть вы можете подсвечивать из глубин души, да, нет, не души, а сознание, глубину сознания, в лабиринте сознания каждого человека вы можете подсвечивать его какие-то качества, способности, то есть на что человек способен, он может и знал, но как-то не обращал на это внимание, да, то есть вы обращаете его внимание, вы ему подсвечиваете, вы ему подсказываете, в каком направлении идти, какие качества нужно выработать, да, то есть здесь построение каких-то новых планов, у вас уровень сознания, он достаточно высокий, смотри, здесь великие арканы, а здесь младший аркан, то есть ваше влияние на людей достаточно сильное, вы однозначно такой человек, даже если мы затронем не профессиональную сферу, а личную, после встречи с вами, да, вы оставляете такой шлейф незабываемой личности, с вами сложно, в отношениях с вами сложно, у вас свой характер такой достаточно волевой, вы четко знаете, что вы хотите, как вы хотите, вас фиг-два переубедишь, но при этом, вот вы знаете, какая-то такая незабываемая звезда, вот чем-то, чем-то вы запоминаетесь людям, да, потому что аркан смерти очень серьезный аркан, говорящий о трансформации сознания, то есть какие-то, возможно, у вас взгляды, не похожие на людей, мысли, вы мыслите неординарно, вы мыслите не так, как все люди, понимаете, я не говорю про интеллект, что вы там умны, а я говорю о том, что вот ваши взгляды, то есть то, на что вы смотрите, то, на что вы обращаете внимание, как правило, люди не парятся на этот счет. Знаете, в интернете, может быть, вы знакомы, да, был такой человек, Жак Фреско, по-моему, если я правильно говорю, Жак или Жан, Жак, Жак Фреско, у него, он создавал свой проект Венера, да, по поводу того, как создать пространство, да, в котором люди бы жили, ну, идеально, ну, идеально в контексте приспособленности, ну, то есть чтобы все было во благо людям, да, чтобы люди просто жили, чтобы они не парились, да, это начиная от построения домов, от удобств, от материала, что это должно быть все не в контексте экологии, а в контексте практичности, удобности и все такое. Вот этот человек, да, он мыслил неординарно, у него не было ни за спиной, ни институтов, ни университетов, он и школу-то закончил, как самоучка, но при этом это тот человек, который подходил к проблеме, знаете, как я ее могу решить, да, то есть вот когда что-то не работает, да, ему не надо было каких-то особых знаний, он мог браться за многие вещи, а там, начиная от строительства самолетов, да, он улучшал эти версии, чтобы они были более аэродинамичными, чтобы они были, ну, я не разбираюсь в этом, но смысл заключается в том, чтобы это было практично, и для этого ему не надо было образование, ему нужно было внимательно, внимательность и понимание, как работает система и как ее можно улучшить, то есть вот у вас примерно такой формат мышления, ну, кто с ним не знаком, зайдите, посмотрите, интересно, такой дядечка, он и мыслит по-своему, да, то есть видно, у человека есть собственное мнение, реально собственное мнение, которое не основывается на прочтении каких-то книжек, да, где-то что-то он начитал, начитался, и я преподношу это вот как что-то свое для того, чтобы сказать, что я умен, нет, это та категория людей, которые вводят себя в ступор своими вопросами, которые ты никогда бы сам себе не задал эти вопросы, вот здесь такая личность, вы относитесь к такой категории, и к этому у вас лежит душа, да, к тому, чтобы разрушать все то, что не является идеальным разрушать, причем разрушать, да, если аркан смерти говорит о естественном завершении, да, потому что, ну, время пришло, то башня говорит о внезапном разрушении, причем то, что не подлежит реанимации и восстановлению, разрушение до основ, для того, чтобы в дальнейшем построить что-то созидательное, но уже опираясь на какой-то свой прошлый, опыт в контексте выводов, не то, что его несем в новое, старое остается старым, да, позади, и мы о нем не вспоминаем, вспоминаем выводы, которые мы делаем, опять же, эти выводы должны быть созидательны, чему я научился, как я изменился, что мне это дало, как мне это помогло, и все, вы сделали выводы и пошли дальше, вот здесь вы такой человек, но вы, может быть, и в своей работе, чем вы занимаетесь, вы используете такой формат мышления. Хорошо, к чему у вас лежит душа, мы посмотрели, что вы хотите нести людям, что бы вы хотели нести людям, дьявол, единички, что у вас происходит, великие арканы, да, что вы хотите нести людям. Знаете, вот дьявол здесь выходит в каком контексте? У него есть такая, не знаю, кто смотрел на Нетфликсе сериал Люцифер, вот у него, значит, там главный герой, да, это дьявол воплоти, павший ангел, он спрашивал людей, что ты хочешь, и он это им давал. И суть заключалась этого такого наивного сценария в том, что на самом деле, когда человек понимает, что он хочет, да, то он меняется. Когда он не знает, он начинает говорить, что попало, и когда он это получает, в конечном итоге он, как этот, разочаровывается, да, потому что он понимает, ну, это как золотая рыбка, да, я могла бы попросить вот это, а нафига я попросила то, что мне не нужно было, да, то есть в этом и заключается как раз у дьявола уровень осознанности, когда человек растет, и он начинает включать в свою голову, да, то есть он понимает, что он хочет. Что вы хотите нести людям, да, что вы хотите? Понимание. Люди, задумайтесь, что вы хотите? Вы можете получить то, что вы хотите, но вы не знаете своих собственных желаний. Идеал говорит о том, что я могу тебе дать все, что ты хочешь, очень легко, просто, но придет время, когда за это надо будет платить. И поэтому, когда ты что-то просишь, ты что-то хочешь, думай первично. Плата – это не в контексте наказания, что я приду и скажу у тебя, я там заберу твою семью, заберу твои деньги, жизнь, здоровье. Нет, а в контексте именно последствий, что то, что ты хочешь, ты это получишь, но за это надо будет платить. Ты заплачешь своим временем. Хочешь дом? Окей, я тебе дам возможность его построить. Но ты на это потратишь очень много времени, и тем самым лишишь себя каких-то путешествий, либо еще что-то. То есть суть заключается в том, что вы хотите нести людям, чтобы люди, хочется сказать, чтобы вы поняли, чтобы люди поняли свои собственные желания, чтобы люди поняли свои собственные страсти. Чтобы, знаете, как-то посмотрели на себя со стороны и увидели, насколько люди зависимы в наше время, вообще стали зависимы. Мы на самом деле вообще не эволюционировали никак. Знаете почему? Потому что если у нас забрать технологию, у нас забрать свет, технологию я имею в виду, ну то есть электричество и технологию, вот всякие эти гаджеты, компьютеры, машины, самолеты и так далее, мы остались на уровне средневековья. Мы ничего не умеем. Мы элементарно не можем разжечь гостер, единицы. И те, кто знает это из, хочется сказать, прошлого столетия, да, то есть люди взрослые, мы не умеем хранить продукты. Наши продукты портятся, если у нас отключить холодильник. Мы ничего, как люди, в принципе, как эволюция, ничего не достигли, наоборот, вернулись назад. Мы ничего не умеем. Здесь как раз таки, что вы хотите донести людям? Чтобы люди увидели, насколько зависимы мы стали от своих привычек, от своих каких-то желаний. Одно из ключевых слов аркана дьявола, это когда мы не видим других людей, а мы видим свои собственные проекции, которые мы на них накладываем. Проекции из детства, неважно какие. То есть когда, вот в этом и заключается здесь аркан смерти, да, сознание, меняете вы сознание других людей, каким образом им показываете то, что ты видишь в этом человеке, да, в отношении, как у нас бывает, мы встречаемся на стротях, там бабочки, любовь и все такое, потом проходит вот эта вот первая химия, которая возникает между людьми, и мы понимаем, что я человека совсем не знаю. Почему? Потому что логика отключилась в тот момент, когда у нас бабочки летали. Вот здесь об этом. И вы как будто бы, что вы хотите нести людям? Вот эти вот понятия для чего? Для того, чтобы прийти к осознанности. Дьявол говорит о том, все-таки это высокий уровень осознанности, да, почему? Потому что дьявол, он стоит, Архангель Уриэль, он стоит как страж у врат Эдемского сада. То есть выйти мы вышли из райского сада, а обратно вернуться мы не можем. Почему? Потому что там стоит страж. Как мы туда сможем вернуться? Только тогда, когда мы станем человеками, да, человек в контексте чина, статуса, когда мы станем снова такими же осознанными, разумными, что нам эти врата откроются. Как мы сможем стать такими? Через проверку дьявола, да, Архангела Уриэла, который в материальном мире, да, будет создавать нам всевозможные вот эти вот, как они называются, проверки, да, на, возьми, хочешь, на, возьми, все легко, все быстро. Я не говорю о том, что мы должны все брать с трудом, ни в коем случае, а в том, чтобы задумываться, да, а нужно ли мне это? Мое ли это желание? Либо мы работаем в системе, потому что Архангела, он управляет материальным миром, он является единственным хозяином нашей системы, системы Земли, я имею в виду. Потому что это энергия, земная энергия, в том числе и материальный мир, деньги, поэтому дьявол управляет и деньгами. Дьявол управляет нашим телом, потому что тело тоже материально. Отсюда и плотские какие-то утехи. И вот что вы хотите? Вы хотите это все донести до людей, чтобы они подумали, чтобы они задумались и так далее. Чтобы они поняли, откуда у них появляется тройка мечей, что их огорчает, да, что они сами, да, чтобы разрушить вот эту вот тройку мечей, что мы сами себя в чем-то виним, в чем-то корим, сами себе причиняем боль. Почему? Потому что это часть игры, это часть системы. Ну и последний аркан, что вы хотите нести людям, пашпидатли, учение. Учение о ценностях. То есть здесь вот я не случайно всегда, из раза в раз говорю, первую позицию выбирают люди достаточно высокого уровня осознанности. Я не говорю, что вы просветленные. Я говорю о том, что вы задумываетесь о тех вещах, которых обычный человек, следите статистически, не задумывается. И это не есть ни хорошо, ни плохо. У каждого свой этап развития. Просто вы, я хочу сказать, пожили побольше, стали более мудрее. И на самом деле, вот знаете, такая фишка, немножко отклонения сделаю. Раньше, когда люди жили общинами, отношение к взрослому поколению было иначе. Вообще, в контексте эволюции, на самом деле, на мой взгляд, какая задумка? Когда человек только рождается, и он обучается, изучает этот мир, его, как правило, учили старейшины. Старейшины, то есть люди, которые долго пожили, у которых уже, возможно, нет физической такой энергии, быстро как-то передвигаться, возможно, и силы нет, но у них есть мудрость. И тем самым, вот это вот наследие, оно сохранялось, потому что старшее поколение передавало наследие, не занималось нравоучением и моралью, а передавало знания. Она давала, как некую такую наводку, более юному, молодому поколению, на что обратить внимание. Ничего избегать, а именно на что обратить внимание. Знаете, как некое такое продолжение. Вот я не успел довести дело до конца, а ты посмотри, вот в это русло, может быть, ты свежим взглядом можешь посмотреть. С другой стороны, молодое поколение, только что, хочется сказать, вылупившееся, оно помогало более взрослому поколению помнить, откуда мы пришли, потому что гнет вот этой вот жизни, всяких трудностей, всевозможных преодолений. Люди старшего поколения забывают, откуда они пришли. У них нет вот этой легкости. И на самом деле, это был прекрасный такой цикл, эволюционный, когда одно поколение взаимодействовало с другим, и каждая приносила что-то свое и обогащала друг друга. Сейчас, да, вот то, на что направлено новое время, это на то, чтобы разделить семью. Это вот самый главный такой ущерб. Я это к чему говорю, потому что здесь Паш Педакли выпал, да, в контексте познания, познания материи. С чего начинается? С ценности. Самая большая ценность, даже не самая, наверное, не буду говорить слово самая, а вообще, одна из ценностей, важных, это семья. Когда есть настоящая, полноценная семья, которая передает именно необходимые знания и ценности своим детям. Когда нету семьи, хотела я сказать что-то другое, но не буду затрагивать политику, но в любом случае, один человек постоянно говорит об этом, что семья, и мы это видим, что, ну, по крайней мере, в Европе здесь уже, ну, в Греции еще пока нет, еще присутствуют семьи, да, но в Европе это вот самое такое больное место, когда нет семьи, когда люди не чувствуют себя защищенным, когда нет того человека, кто за тебя заступится, когда нету папы, когда нету брата, который может как-то заступиться за тебя, ощутить, что ты являешься частичку чего-то, и ты не сам по себе. Это вот, это болезненная тема, ладно, мы ее не будем затрагивать, но смысл здесь заключается в том, что вот вы бы хотели передавать все эти знания, для чего? Не для своей какой-то собственной выгоды, а вот именно просто потому, что у вас есть эти знания, у вас есть эта информация, и вы хотели бы помочь, потому что тройка мечей, вы очень хотели бы помочь тем людям, которые нуждаются в этом, облегчить их путь, то есть, какое-то выражение, умные учатся на чужих ошибках, а дурак на своих. Ну, я с этим, конечно, не согласна, но в данном контексте это было бы очень неуместно, когда на чужих ошибках учишься, хотя я не знаю, как можно учиться на чужих ошибках. Вот, ну, если мы говорим, это была первая позиция, если мы говорим обо мне, то я всегда любила учиться на своих ошибках, так мне понятнее, на чужих ошибках я не понимаю, я не прожила это, я не понимаю, а на своих мне сразу понятно становится. Ладно, идем дальше. Вторая позиция, красненький камешек, двоечки, любимые мои, смотрим вас, к чему лежит ваша душа, Паш Мечей. Я бы сказала, знаете, к познанию слова, к познанию мысли, к какой-то информации, то есть вы человек, жаждущий внимать в себя любую информацию, человек, который может даже, знаете, как-то думать, либо планировать свое будущее. Вот я читаю, мне кажется, таким странным, что не совсем подходит двоечкам чертительным, но вот карты показывают это, к чему лежит ваша душа, к празднику, к коммуникации, к общению, к легкости, к, как сказать, к пикникам, к выезду на природу, когда все как-то, знаете, объединяются, вот здесь вот в этом контексте Паш Мечей очень хорошо сочетается, когда вы выезжаете на природу, идет вот обмен информацией, причем обмен информацией правдивой, потому что Паш Мечей это только начало познания энергии воздуха, то, что отвечает за наши мысли. Он еще не умеет, он еще не управляет словом, поэтому он не может контролировать, что сказать и как сказать. Именно поэтому слова от Паша Мечей, они ранят, они очень болезненные. Здесь смотрите, какая деталь, когда я всегда обращаю на отрисовки, поэтому я слишком трепетно отношусь к Таро и к нововведениям. Смысл здесь в чем? Почему человек отрезал, да, здесь голова валяется, отрезанная, и он держит двумя руками меч. Почему двумя руками, а не одной, как король? Потому что меч это слово, а двумя руками он держит, потому что у него еще нету опыта управлять словом. Он не знает, кому сказать правду, как сказать, и нужно ли ее говорить. у него нету таких знаний, он их только получает. Поэтому он по неосторожности, потому что меч, он может быть во благо, да, как там скальп, например, да, когда идет операция, либо порезать человека, да, все зависит от того, в чьих руках он находится, так же, как и Таро, да, в чьих руках находится этот инструмент. И вот здесь вот смысл заключается в том, что он опасается, да, то есть вот у Уэйта очень хорошо изображен, когда он смотрит назад, с оглядкой назад, то есть я боюсь, да, вдруг я что-то скажу не так, а вдруг я что-то сделаю не так, даже не сделаю, а здесь про интеллект. Использую слово не так, как нужно, и я причиню боль, то есть я срублю голову. Также подсказка, если мы посмотрим здесь на его шлем, да, здесь перышки, перья всегда были показателем мыслей, и очень напоминает головной убор Гермеса. Гермеса у нас, как раз, как отвечал за мыслительный процесс. Это Меркурий. Замышление за скорость, да, то есть опять же таки, скорость здесь в чем? Поторопился, не подумал, сказал, не подумал, и вот причинил какую-то боль. В нашем контексте чем лежит ваша душа? К обмену, к обмену информации, к обмену, знаете, вот про человека, про поговорить, но поговорить здесь про какой-то легкий, да, то есть здесь я не думаю, я еще не умею думать, но это не о том, что вы не думаете, не умеете думать, а это про то, что иногда, знаете, вы рубите матку правду, а потом задумываетесь, а надо было или нет, да, но здесь вот в этом контексте идет обмен информацией, да, вам нравится поговорить, получить, возможно, какие-то такие душевные беседы, да, либо что-то новое узнать, вы человек интересующийся, вы человек по пажу мечей, который задает кучу вопросов, это дети-почемучки, да, как, а почему так, а почему это, и вот эта вот любознательность и интерес, если его сохранить, да, и причем здесь четверка жезлов, коммуникации с разными людьми, отличающиеся от вас по религии, по культуре, по воспитанию, по образованию, морали, нравственности и так далее, и так далее, вы станете, хочу сказать, ходячей энциклопедией, библиотекой, то есть человек, который собирает, вам нравится собирать эти знания, вы получаете от этого удовольствие, к этому лежит у вас душа, еще к чему лежит у вас душа, семерка кубков, к фантазии, к воображению, да, почему-то мне здесь идет, знаете, какие-то дизайнеры, может быть дизайнеры одежды, да, когда, причем, пришел к вам клиент, да, и вы создаете какую-то уникальную одежду, вот хочется сказать, как это, в бутиках, единственном экземпляре, прям вот сделанное под заказ, данного клиента, почему, потому что он вам вот говорит, общение, он вам говорит, что хочет, как вы это представляете, воображаете, и даете готовый, готовый продукт, да, то есть семерка кубков здесь говорит о фантазиях, о мечтах, о воображениях, о представлениях, то есть вот к этому вы склонны, еще к чему склонны, знаете, к спокойствию, к умеренности, размеренности, я бы так сказала, да, то есть, чтобы все было гармонично, чтобы все было хорошо, чтобы все было комфортно, при этом вы достаточно тактичный человек, только оно, а умеренности идет человек, который находится в спокойном таком расположении духа, и он все время вовремя, он понимает, знаете, люди, которые находятся в нужном месте, в нужное время, где себя бы это, к этому у вас лежит ваша душа, а что вы хотите нести людям, что вы хотите нести людям, смотрите, как интересно, да, выпадают карты, то есть, ну, случайно их выкладываю, я не всегда выкладываю по порядку, но вот, очень хорошо сочетается, король мечей, да, то, что я говорила, что вы еще пока не король мечей, что вы хотите, а вы хотите нести как раз таки людям, да, уже не пажа мечей, а короля мечей, То есть человека, такого достаточно структурного человека, понимающего, разбирающего, стратега, тактика. Человек, который просчитывает, то есть он умеет управлять словом. Это человек, который может дать отпор, может где-то кого-то высмеять, может кого-то раскритиковать, причем очень жестко. Человек, у которого бесконечные какие-то мыслительные процессы, он что-то размышляет, о чем-то он думает, какие-то новые знания получает. То есть вы хотите, как будто бы, знаете, помогать людям на уровне мышления. Может быть здесь, нет, я хотела сказать поддержка, но нет, здесь это не ваше. Что вы хотите нести людям. Если есть какая-то поддержка, то здесь вы знаете, как будто бы какие-то адвокаты. То есть поддержка в контексте знаний, подсказать с помощью своих знаний, поддержать с помощью своих знаний. Здесь еще какое-то ощущение с дистанцией, я не могу понять, то ли вы держите дистанцию от людей, то ли люди держат дистанцию, то ли вы обучаете какой-то дистанции. Что-то здесь с дистанцией связано. Еще, к чему лежит ваша душа? Ну вот видите, то, что я говорила, да, случайно выкладываю, и очень хорошо, да, семерка кубков, четверка мечей. К чему лежит ваша душа? Четверка мечей говорит о том, что человек в тройке мечей очень сильно переживал, упал на дно, не смог найти решение, и в четверке мечей он взял, ушел, да, как это, так сказать, взял отгул, ушел. Ушел на подумать, причем решение он не может придумать самостоятельно, но здесь треугольник направлен к свету, да, и он как будто бы находится в позиции молитвы, только в лежащем состоянии. То есть я сдался, да, я сдался, и теперь высшие силы пускай помогут мне решить эту задачу. То есть когда человек находится в состоянии того, что я все, что я мог придумать, я уже придумал, я уже не могу, я смирился. Но здесь смирение не в контексте, что я поднимаю руки, а в контексте того, что я передаю принятие решения, либо решение этой задачи, да, высшим силам, да, чтобы вот получить какой-то ответ. Здесь у нас было про воображение, тоже связано с тонким планом. Поэтому что вы хотите нести людям, возможно, идею о том, что решение задачи может находиться на другом уровне, то есть не в материальном плане, а на уровне сознания, да, то есть, ну, я не знаю, возможно, с помощью, здесь не, вы не вскрываете, как в первой позиции убеждения, да, то есть их рушите систему, это не ваше. Вы здесь как будто бы даете альтернативу, это могут быть аффирмации, это могут быть какие-то позитивные мысли, слова использовать, да, то есть использование слов, но, я не знаю, может быть, пение, да, то есть какая-то молитва, использование слов как-то, но в мягком формате. Может быть, через постановку театра в театре, да, через драматургию, через написание каких-то там, может быть, романов, да, то есть какая-то помощь, но более творческим путем, я бы так сказала, более мягкая. Что еще вы хотите нести людям? Красоту. Вы смотрите, да, здесь четверка жезлов праздника, здесь двойка, аркан влюбленных. Аркан влюбленных говорит о том, что человек находится на перекрестке эмоционального состояния. Влюбленные всегда говорят про эмоции, они не говорят про логичный выбор. Почему? Потому что мы здесь видим даже купидончика, да, который стреляет, в кого выстрелить стрелу любви, да, не в одну из партнерш, а именно в самого выбирающего. То есть человек должен здесь принять ответственность за свой собственный выбор, свои собственные эмоции, переживания, да, для того, чтобы решиться. Но он не может решиться, потому что его раздирают эмоции, да, то есть светлые и темные. Что выбрать, да? Куда пойти, красивым либо к умным, как обезьяна? Вот здесь об этом идет речь, что вы хотите нести людям, да, чтобы люди красоту, красоту, состояние, баланса, эстетику. Вы хотите, чтобы люди научились делать выбор именно сердцем, не головой, а сердцем. Ну и последний вопрос, последний аркан, да, что вы хотите нести людям, вот, вот, смотрите, здесь, значит, у нас был аркан умеренности, да, дуальность, а здесь двойка пентаклей, здесь великий аркан, а здесь младший. Что вы хотите нести людям? Баланс, баланс, это вот, чтобы люди были в балансе, да, в балансе. Что вы хотите им дать? Баланс через гармонию, чтобы они не суетились, чтобы они не как-то убегали от своей какой-то сути, да, а сконцентрировались, сфокусировались на том прекрасном, что есть у них, и выражали эту красоту через слово, вот, что вы хотите нести людям, что вы хотите нести людям. Это была у нас, я же не знаю, каким аркану перекатить, вторая позиция. Четырка, шесть. Так, напоминаю, да, про БЛИЦ, БЛИЦ-консультации, которые провожу по пятницам, сегодня, да, вышел этот расклад, поэтому загляните, пожалуйста, по ссылочке ниже в раздел сообщества, нажмите на эту ссылочку и прочитайте БЛИЦ, анонс про БЛИЦ-консультацию, и приходите. Так, и не забывайте подписываться на мой второй канал, он тоже есть, ссылка внизу в описании. Это тоже интересная тема. Так, позиция номер три, зелененький камешек, троечки. К чему у вас лежит душа? Вот я прям сразу выложу три аркана, не знаю, почему три, но три. Так, к чему у вас лежит душа? Ох, он упал. Да что ж, такая ладно, хочешь, но вытащил он называется. Хотел он упасть, этот аркан? К чему у вас лежит душа? Знаете, здесь хочется сказать, что люди занимаются, возможно, античностью, почему-то идет античность, да, что-то, там, не знаю, мебель, может быть, какая-то такая старая, ручной работы вырезана, очень красиво. Ну, то есть здесь вы как будто бы склоняетесь, я не знаю, к истории, склоняетесь к чему-то, что было в прошлом. И вам от этого было очень-очень хорошо. То есть ваша душа лежит в разрезе прошлого. Смотрите, шестерка кубков, девятка кубков, девятка кубков говорит про удовольствие, про наслаждение, про наполненность, но при этом закрытость. Это может быть, знаете, как-то, есть в тиктоке один очень такой интересный персонаж, ну, я его называю персонажем. Он вроде бы молодой человек, там ему, ну, чуть старше, 24, да, но он одевается, знаете, как, не знаю, 40-е, 60-е годы. Да, люди, вот он одевает, значит, этот плащ, шляпу, которую носили мужчины, эту жилетку изнутри, брюки на подтяжках. Вот какая-то такая у него, такой образ, он прямо в него входит, им очень нравится все, что связано с бывшим эссе. Он собирает и чинит вот какие-то радио старые, эти пикапы, которые были, магнитофоны еще на пленках, вот эти вот бобины, на бобинах. И вот, ну, то есть человек такой, я не знаю, как азбукоморзе, вот всякая вот такая техника, он собирает, ему нравится. Вот здесь что-то у меня идет такое, что-то такое старинное, как оно называется, почему у меня идет ретрит, ретрит, не могу понять. Ретрит, 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 что-то, возврат в прошлое. Может быть, танцы вам нравятся, прошлые, там, я не знаю, 40-е каких-то годов, может быть, одежда, там, не знаю, нижнее белье. Ну, вот, душа лежит к чему-то из прошлого, того, что вы получали какое-то удовольствие. Ну, вот семерка мечей и аркан эгоизма, о чем здесь нам говорят. Хотя, если того, что я не хочу идти вперед, да, вот здесь вот самообман идет, как раз-таки связан с тем, что я не хочу идти в новое. Мне вот хорошо, как будто бы в прошлом. Вот все, что связано с прошлым, в понимании, да, временного отрезка прошлого, вот вам это нравится. Возможно, какие-то ценности тоже связаны с прошлым, да, там, например, когда люди отвечали за свои слова, за свои поступки. Возможно, какие-то манеры, да, там, не знаю, ну, прошлое, это не только наше столетие, это, может быть, и прошлые века какие-то, да. Возможно, вам нравятся, там, я не знаю, какие-нибудь замки. Ну, вот здесь ощущение того, что человек не хочет идти в какое-то новое. Поэтому все, что связано как-то со старым, у вас к этому лежит душа. Причем старое, знаете, здесь еще какие-то теневые аспекты могут быть. Не знаю, может быть, вам нравятся фильмы там про вампиров, да. Вот что-то такое теневое, там, например, в контексте фэнтези, да. Но вот как-то, не знаю, сказка мне идет, красная шапочка, волк и красная шапочка. Я не знаю, почему же вам нравится эта сказка. Но вот здесь именно то, что вот красная шапочка, как она одевалась, да, вера в то, что там, либо, я не знаю, чудовище и красавица, что вот чудовище, он как будто бы, ну, как-то в прошлом живет, да. Весь в этих всевозможных колючках уже зарос. А вот приходит красавица, и она его преображает, значит, во что-то такое, ну, более человеческое, да. Вот какое-то такое у меня идет, интересно. Ну, я еще раз утащу, потому что я не совсем понимаю, да, как может у вас душа лежать к прошлому. Ну, то есть, к чему конкретно вас вот прям это наполняет. Я не знаю, может быть, любите, там, например, маникюр черными красками, вот этот стиль има, либо стиль вамп. Вот что-то такое идет. Либо вообще просто... Как это слово? Ретро, ретро. Что-то с ретро связано. Как-то, ну, то есть отсылка к прошлому, ретро, ретро, и там еще какие-то слова идут. Сейчас не могу вспомнить. Но вот что-то такое. Кто-то здесь ордена коллекционирует. Коллекционеры могут быть, да. То есть марки какие-то коллекционировать, ордена. Либо нравится ходить на какие-то базары, вот именно там, где есть старая какая-то продукция, книги, может быть, какие-то старые. То есть вы для себя, не то, что вам нравится старье, а вам нравится что-то такое ценное для себя брать вот из того, что было тогда, в прошлом. Ну-ка, ну-ка. Вы как будто бы, знаете, я поняла, у вас душа лежит к чему? К тому, чтобы брать вот что-то старое и давать ему вторую жизнь. То есть вот как будто бы перспективы вот этого старого. Не знаю, может быть, если вы шьете, вы можете брать какую-то старую свою одежду, перешивать ее, и получится очень прикольная новая модель. Либо брать какие-то вещи, там, я не знаю, то, что я сказала, мебель, и как-то, ну, обновлять, и будет очень дорого и богато смотреться в новых, в новой какой-то вот вашей обработке. Вы даете вторую жизнь вещам старым. Вот смотрите, аркан повешенного здесь тоже говорит о том, что я пересматриваю то, что я уже знаю. Вот здесь, в этом как раз-таки семерка мечей была, да, выгода, то есть я не хочу, я говорила, я не хочу двигаться вперед. Почему? Потому что вот здесь как раз-таки есть вот это вот понимание того, что я должен пересмотреть, по другим углам пересмотреть то, что мне хорошо известно. Либо то, что было тогда. И вот это даст новое какое-то движение. То есть здесь через пересмотр. Вот. Немножко разобрались. К этому лежит ваша душа. Ну, исходя из этого, здесь очень много разных профессий, может быть. То есть даже элементарно, там, не знаю, песня, которая написана была в прошлом, да, ее можно сделать, ну, классную аранжировку и по-новому, да, либо новый какой-то бит добавится, либо, ну, что-то сделать, что будет звучать по-новому. Вот ваша как будто бы, ну, душа, она лежит к этому. Вообще удивительно. Хорошо. И второй вопрос. А что вы хотите нести людям? Аркан умеренности. Знаете, живая вода и мертвая вода. Вот здесь об этом, вот в данном контексте, аркан умеренности про это говорит. Живая вода и мертвая вода. Вы как будто бы здесь не про то, что я переливаю из пустого в порожню. Нет. А здесь я даю вторую жизнь чему-то. Я оживляю то, что уже кажется мертвым. Возможно, здесь, знаете, вы изучаете какие-то мертвые языки, вам, ну, там, я знаю, латынь, ну, либо какие-то древнегреческие, которые, ну, на котором вообще уже не говорят условно, вот, он считается мертвым языком. Но вот вам, возможно, это нравится. Либо какие-то там, я не знаю, другие языки мертвые, либо культуры какие-то, ну, мертвые. Вы придаете вот вторую жизнь, смысл какой-то. И вы это хотите донести людям, что новое – это хорошо забытое старое. Вот если так можно сказать. Еще что вы хотите нести людям? О чем нам говорит здесь император, не совсем я понимаю. Ну, вот о том, что можно выйти, да, расширять свои границы, выйти за пределы здесь движения, движения вперед из какой-то стабильности. Скорее всего, как-то вот путем убеждения, да, показывать людям, что они могут двигаться дальше. Еще что хотите? Ну, и дьявол. Да, вот прям дьявол. Темные, теневые какие-то аспекты показываете. Вот здесь вот прошлое, да, в контексте еще и тени может быть. Показываете людям теневые аспекты, их привязки, их зависимости, как они могут идти вперед. Причем, смотрите, как замечательно, да, вы сами не идете, потому что вы, вот если бы в этой колоде вышла сейчас девятка жезлов, я вот прям покажу ее, чтобы вы, ну, она прям очень хорошо описывает вас, ваши взгляды. Да, сейчас я покажу, секундочку, найду ее. Ну, как обычно, знаете, когда ищешь, она в самом конце. Вот. Посмотрите на эту девятку жезлов, вот это вот вы, да. То есть человек, который, вот собака, как его союзник, да, как помощник, она смотрит в будущее, она направлена вправо. У меня, я на телефон снимаю зеркальное отражение, поэтому я не знаю, как вам выйдет, вправо или нет. Но вот в Карлоде здесь в Аркане изображено, что она направо. А человек как будто бы смотрит в прошлое. То есть вроде бы ноги, да, направленные у него как будто бы вперед, но при этом он идет с оглядкой назад. Вот это вы, да. И здесь тоже, видите, человек как будто бы он идет вперед, но он оглядывается назад. То есть вы тот человек, который вперед, по сути, не двигается, а вы как-то с оглядкой назад, с оглядкой назад. Но при этом людей вы учите как раз-таки тому, чтобы они двигались вперед. Вообще уникальная такая вещь. Но вот вы вот это хотите нести людям, да, помогать им. Причем Аркан Колесницы тоже говорит о быстром, о скором продвижении вперед. И если мы посмотрим на Древо Жизни, то левая колонна, левый столб, да, столб справедливости, он говорит о том, что там как раз-таки идет вот такое расположение, да, то есть сначала идет Аркан Повешенного, а потом идет, расположен на путях, а потом идет Аркан Колесницы. И он как раз-таки приводит к сфере Бина. Иисус здесь говорит о том, что, ну, то есть сфера Бина – это та, которая порождает формы, вот. И она знает, по сути, смысл, так как она находится за пределами бездны, да, она, именно туда мы попадаем после смерти, вот, и встречаемся с нашим Высшим Я, и у нас происходит вот этот вот процесс по тройке мечей, да, сожаления об упущенных каких-то возможностях. Вот именно вот эта вот сфера, она дает нам понимание того, кто мы есть, кто мы есть такие на этой планете, да, что есть я на самом деле, такие философские вопросы, которые мы задаем. Так вот, суть этого столба заключается в том, что сначала мы находимся в Аркане Повешенного, да, то есть мы себя лишаем, ограничиваем для чего? Для того, чтобы прийти к какой-то сути, да, то есть мы хотим что-то понять. Вспоминайте Одина, да, как он получил свои знания о родных, да, он себя подвесит. Вот здесь вот примерно то же самое, да, то есть я себя ограничиваю, лишаю для чего? Для того, чтобы получить что-то. В данном случае вопрос понимания, кто я, и в дальнейшем, когда я дохожу до высокого такого уровня сознания, появляется Аркан Колесницы, это концентрированная энергия, направленная на достижение. То есть сначала я себя лишаю, да, ограничиваю в чем-то, то есть убираю все лишнее, проще говоря, да, и у меня остается чистая энергия. Я ее концентрированно направляю на достижение какой-то своей цели. Ну, в данном случае понимания себя. Вот здесь, да, у нас было немножко перевернуто. Ну, сначала вот, ну, в принципе, шел повешенный, да, но под его жизнью наоборот идет, снизу вверх. Повешенный и Аркан Колесницы. То есть по сути вы как будто бы помогаете людям в осознании именно того, ну, вот куда они идут, да, куда им дальше двигаться, какие у них цели, задачи. Здесь я не могу сказать, что есть вот прям напрямую какие-то философские такие смыслы. Этим у нас занимается первая позиция обычно. Но здесь в третьей более какие-то практические такие моменты, да, в понимании себя. То есть если мы говорим об эзотерике, то здесь эзотерика не теоретическая мистика в первой позиции, да, а здесь, скорее всего, что-то нечто оккультное, да, когда человек, ну, становится уже практик. Я не говорю, что вы занимаетесь оккультными практиками. Я имею в виду, что здесь более такая практичная позиция. То есть что вы хотите донести людям? Вы как будто бы им помогаете увидеть правду, да, увидеть, почему они не двигаются вперед, почему, где и в чем они себя обманывают, где у них есть вторичные выгоды. То есть где, ну, вот, чтобы аркан повешенного перевернулся, чтобы они посмотрели на себя по-другому и пришли к достижению какой-то вот своей цели. То есть здесь какие-то конкретные задачи идут. И тем самым они двигались вперед, но через понимание своих теневых аспектов, да, через понимание своих, здесь каких-то ролей, может быть, да, ну, тень, здесь идет тень, через понимание своего эго, вот. Вот, и, ну, то есть увидеть свои какие-то привычки, свои какие-то привязанности, да, вот, все такое негативное. То есть вы через это идете на то, что человек приходит к самоосознанию, цель. Но забавно, почему мне было это все забавно? Потому что у вас этого, по сути, нету, ну, то есть вы сами не стремитесь к этому, но вы как будто бы хотите помогать людям в этом. Возможно, возможно, через, если бы это, либо это является вашей профессией, либо если бы это было вашим признанием, призванием, то вы сами себе смогли бы помочь в этом, да, то есть вы бы, то есть помогая другим, вы концентрируетесь, концентрируете всю свою энергию на то, чтобы человек двигался вперед, ну, двигается вперед через понимание прошлого. А вот тут как раз-таки вы у нас эксперт, то есть вы разбираетесь в этом прошлом, вы его можете подсветить, да, человеку, и дальше человек сам идет в будущее, в дальнейшее движение. Но первичная ваша задача не на том, что я вам помогу осознать прошлое, а я помогу вам увидеть ваше будущее, я дам вам это будущее. Но на самом деле это так, но немножко по-другому, да, другими словами, то есть вы по-другому идете. Назад в будущее, да, как-то так, назад в будущее. Не напрямую в будущее, а назад в будущее. Вот такая у меня была и третья позиция. Жду ваших комментариев. Вот я живую и мертвую воду поставлю здесь вперед. Напоминаю о блицах. Нажимайте на кнопочку в описании к этому ролику сообщества и читайте анонс о блиц-консультациях и переходите, если хотите. Если нет, подписывайтесь на мой второй канал. Тоже ссылка на него есть в описании под этим роликом. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Пожелаю вам всего самого наилучшего, прекрасных выходных. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok